МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира программа новинный регион. У студии Катярина Градницкая. Витаю вас из сегодня в выпуску. Глядите. Нетыпично холодные и капризные в первой полове, яким прогнозуют липень синоптыки. Отрутиться можно не только поганками и мухоморами, что утоиваются грыбы и ягоды. Переможцы отправятся в Андроуку по Одессе. Подведены выники фотоконкурсу, присвеченному Дню Нараджения Могилёва. 12 липень высшейшая научальная установа начали прием документов от абитуриентов. Приемная комиссия просует с 9 до 18 годин. У неделю выходных, когда этот день не преподает на опошний день приема документов. Складывается уражение, что все абитуриенты вы решили сдать документы у ВНУ в первый день. Эта девчонка приехала разом с матью Зрагачева. Кажа, у Чарзе Амаль 2 годины. Просто подходишь, дает каждому талончики со своим номером. Потом вызывают. Называют номера. Много еще. Вы какая? Я 141-я. Очень много людей сегодня. В университете Харшеване удокладняют. Летость у первый день приняли документы 200 человек. И все ли это Амаль стольки, что только за полдня работы. Первый день приема у нас совместного. Она дневная и заочная. И у нас с сегодняшнего дня работают пятидневные курсы для тех, кто поступает после колледжей. Это они сдают два устных экзамена. И при наличии, если у них средний балл, там меньше шести баллов по аттестату. Перед регистрацией на подачу документов для абитуриентов наладили консультацию. Тут и высветляется, кто-то забыл пашпорт, тяна вот сертификаты або инши документы, некоторые не ведают, какая колькость баллов потребна для поступления. Ко мне приходила девушка, у нее по математике было три балла. Да, самый низкий балл. Она очень расстроилась, но, увы, мы ничего не можем поделать этим. Три балла, это точно уже к нам не подходит. А с какими баллами к вам приходили? У меня был молодой человек, я его запомнила. У него было по химии 93 балла. У Махилевским дярж университете имя Куляшова у первый день попадать документы на особные специальности так само выстоивали черги больше за две годины. Традиционно довольно большой наплыв, если можно так сказать, абитуриентов на специальности факультета педагогики и психологии детства, факультета экономики и права, факультет физического воспитания. Эти специальности у нас всегда пользуются популярностью. В этом году мы увеличиваем цифры приема на факультет математики и естествознания. Государство заинтересовано в таких специалистах. Селетняя приемная кампания одрознивается от попередних тем, что абитуриенты сдавали ЦТ по четырех предметах, так что есть мягчимость маневров. Не пройшли по баллах на одну специальность, можно попробовать сдать документы на другую. Статьяна Сергеичек, Александр Тарасов, Новины региона. Два населенные пункты Глузского и Осиповецкого района у Могилевской области часово засталися без электричности за непогоди. Отключения отбилися в вынику мощного ветра, его порывы местами достигали 18 метров за секунду. По информации Могилева Энерго, это отключение пришлося на ночный час. Специалисты предприемства оперативно выправили ситуацию и до 9-й годин ранец и подача электричности была обновлена. У целым, по оперативной информации Министерства по надзвышайных ситуациях, на Могилевшине ветром были пошкоджены 5 древ. Кабы их распиловать и убрать, супрацовники ведомства оперативно выезжали на место. На больницу, якая пройшла на пяры, додни синоптики оценивают, як умерную мощные порывы ветру были зафиксованы у основным у Бабруйским районе. У целым же, первая декада липеня по попередней ценции специалистов Абл-Гидромета нетыпично холодная. Початок липеня выдался перамедливым, была и спека, и дожжи и ветры удоклоняются у Абл-Гидромета. Что до ближайшего прогнозу, то по оперативной информации на 13-е липеня обвешаны оранжевые узрови небеспеки. На большей части территории чекаются дожжи на больнице. У особных районах Махчимы град. Прогнозуется шквалистые узмацнение ветру до 15-20 метров за секунду. Однако день будет все ровно тепло, плюс 20 шатыры, плюс 26 градусов. Уже в пятницу опадков станет меньше, а в субботу прогнозуется у вогулей без опадков. Однако и слупок термометра крыху опустится. У день максимальные температуры складывают плюс 18, плюс 23. Два человеки загинули на пожарах за минулые сутки в области. В Бобруйском районе горе удачный дом. Под час ликвидации у сгорания вратовальники знайшли тело 50-ти годового сына, господине домовладания. Специалисты меркуют, что здарение могло отбыться за неосерожность и прикурение. А вот причина пожара у одной из кватер в Могилевской трехповерховке зараз высветляют специалисты. Под час ликвидации огню супрацовники МНС знайшли у одним из покоев тело 60-ти годовой господине кватеры. Яе 38-ти годового сына у вынеку пожара шпитализовали с диагнозом отручевания продуктами горения. Все лета на Могилевшине отбилося 404 пожари, на которых загинули 32 человеки. Четыре выпадки отручевания грибами. Один из них смяротный, зафиксованный у Могилевской области с начала сезона. Областным центром гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья означают, что отручиться можно не только неядомыми грибами. Лясные дары могут быть химично, ци бактериологично забрудженные. И такие они редко продают уздовж автомагистралев. Не зауседы проходит санитарный контроль и продукция на стихийных рынках. У Могилеве по улице Тимиразевской каля центрального рынку не пройти. Одны продают уласную городину, другие – лясные дары. Вось тут санитарная доветка только на чернику. А на землянику? Ну на землянику нету, она рядом с черникой, это какая разница. А чего вы на рынок не идёте? Почему вы здесь стоите? А кто на рынок не ходит? Здесь же дорога. Внешне нам не дают место. Нету места на рынке, да? Конечно. Жанчины кажут, что приехали с Кличева, а гандлевать на рынок их не пустили. Контролёры рынка парыруют, мест сахапая. Не пускают на рынок только тех людей, у которых нет документов соответствующих. Все остальные люди, которые пришли с документами, ни разу ещё с рынка не были выгнаны. Могут приспокойно стать порядка 30-40 человек. Есть 6 представных столов. Да и радиологичная проверка продукции бесплатная. У нас ни одного человека нету, вы видите, очень радостно. Жанчина, якая гандлюя грыбами, невядома, где собранными, призналася, ёй зрушней продавать минавитость земли. Скажу честно, перебывали на рынку, так? Мы беспрекасуемы. Покупают именно здесь. Ягоды, грыбы лежать побачь со старым обудком. Небеспечно, по словах медиков, набывать вось так земли и молочные продукты. Правда, не у всех это разумеют. Ну чего, если лягушку положить молоко, оно не испортится. По медицинским качествам оно не уступит ничему. Я не боюсь, у меня бабушка сама так же торгует грибами, каждый год сама собирает их и продаёт. Та продукция, которая продаётся здесь, она, как правило, никакого контроля лабораторного не проходит. Где она собиралась, кем она собиралась, в каких условиях, как долго хранилась, тоже установить невозможно. Сопроводительная документация на неё отсутствует. И поэтому, конечно, потенциальный риск того, что данная продукция будет иметь повышенный радиационный фон, она присутствует. Медики попередживают, уживание химично тих бактериологично забрудженных продуктов может выкликать в острое отручевание. Татьяна Сергеевичек, Александр Тарасов, Новины региона. Агры городок Янука Краснопольского района по выниках леташнего областного конкурса по санитарным стане и доброго парадкования, названы переможцам сирот населенных пунктов у своей категории. За что отримает премию в тысячу базовых величин? А это 23 тысячи рублев. Дареши за частенью территории Центральной вёска Яновского сельского совета в четвертый раз отримливает премию Аблвыконкама и накеровывает ее минавито на доброго парадкования. Так у Агры городку недавно з'явилась забавляльная плясовка для детей. Мы сумели обустроить такую замечательную площадку. Мы очень рады, что нашим ребятишкам есть где поиграть. И не только сельским местным детям, но и тем, которые приезжают из города к бабушкам, к дедушкам. Решая одну проблему, проблему благоустройства, мы решили проблему другую. Укрепление здоровья наших деток. Чтобы они не сидели дома вечерами в компьютерах, с телефонами, а имели возможность выйти вместе даже с родителями, со старшими, со своими братьями, и сестрами, именно на свежий воздух, немножечко укрепить свое здоровье. Каля 70 дворовых территорий у Могилевской области планует все лета провести у парадок за бюджетные сродки. Говорка идет про комплексное доброе упорядкование, это одновление бордюров, рамон дворовых дорог и проездов, поширение парковок и монтаж детячого гульнявого обсталявания. Непосредственно у Могилеве планует доброе упорядковать пять дворов. Как говорилось у областном управлении ЖКГ, планы на узровне минулогодних больше пошанцевало селета кличевым. За кошт розных крынец финансования да жинок тут комплексно одрамонтуют 20 дворов. А у Воголи за бюджетные сродки отвезенные на доброе упорядкование доглядают и скверы, парки и иншие территории населенных пунктов. На помогчи зарабить двор у Тульным запрошают не идти зарабить кветники. В данный момент все земли переданы городу, то есть они находятся в городском ведении, поэтому у нас финансируется только скашивание сольной растительности на газонах, уборка прилегающей территории это асфальтное покрытие, тротуары, пешеходные дорожки. Сотни сдымков, тысячи лайков. Фотоконкурс, присвященный дню на роджение Могилева, подшинался в Красавяку. Достатково было зарабить сдымок на фоне знакомых городских мест подписать хэштегом Гана Руся, что с Могилева и опубликовать в социальных сетках. И вот организаторы подвяли выники и назвали имя переможцы. Полторы тысячи фотосдымков с ответственным хэштегом знали организаторы в социальных сетках. Могилевчане сделали сдымки, знакомые ставили лайки, жюри вызначало лепших. Перемог вот гэты сдымок Яугена Платоцкого. Аутора в городе было написано одно из заборов, так скажем. А потом мне позвонили уже после дня города и сказали, что я выиграл. Ну, конечно, приятно было. Ужнивне могилевчанин отправится у вандроку по Одессе. Организаторы спадяются, что пераможца поделятся фотоурадженями прожитие курортного города и махчима идеями, как протягнуть больше туристов и у могилев. Именно молодежь, а кто еще может поменять наш город для того, чтобы кого-то сюда привлечь. Потому что именно молодые люди видят нестандартные решения. Может быть, их идеи действительно будут воплощены. Городский фотоконкурс организаторы признали поспеховым и пообещали протягнуть его в наступном годе под новым хэштегом. Олеся Рыбалка, Андрей Шуляк, Денис Бутылин, Новины региона. 102 рамесники Могилевской в области у выходжицу склад Союза Майстров Беларуси. 19 из них носят звания народные. Сироты хайло заплятельщица с городских районов Галина Степанькова. Цепер Майстр вырышила овалодать редким и складанным видом декоративно-прикладной творчасти. Я на один в области робить скрынки с бяросты. Тара, так скажем, в которой хранили наши предки продукты. Как сухие, так и сырые. Она очень хорошо хранится. Так робят скрынку для продуктов беростянку. У Могилевской в области усягу некольки человек працуют с бяростой и то створают основным панно. Галина Степанькова поспробовала робить посуд. А вот теперь мы размочили и она у нас загнуться должна, не треснуть. Но это не всегда бывает. Бывает, что не поддается. Галина Анатольевна народный майстр Беларуси по лозоплетен немногие зьяетворы знаходятся в замежных коллекциях. Мотоцикл в натуральной величине сплетенный есть. Да. представляете, посреди дома зала лежит корова сплетенная в натуральную величину. Когда-то наши предки такое делали. Я думаю, я не единственная, кто такое делает. Но другое дело, что может быть форма придумана, это узелковое плетение. Навыком работы с бяростой майстрыца училась самостойно и теперь навучая в этой справе вязковых детей. В силу того, что все-таки это на селе и у нас немногочисленная школа, образовательная школа, к нам естественно оттуда приходят детки. Поэтому не так много детей занимается, но приходят с удовольствием, приходят всегда, не пропуская. Вырыбами из бяросты широко корыстались наши продки. Гэтый материал не только пластичный, бяроста не пропускает воду и не схильна до огниения, тому зараз дно набирая популярность. Кристина Каранкевич, Татьяна Сергейчик, Александр Тарасов, Новины региона. Амаль сотня радиоаматеров зберется гэтыми выходными у Бялининском районе. На водосхове Шевольницкое пройдет взлет лецензию, что дает право на особистые позывны и выход у планетарную радио простору. Увогуле у Беларуси таких 1400 человек. Программа взлету различена на 3 дни, заезд открытет 14 липеня, а в субботу 15 липеня запланованные спаборництвы парады сувязи и налепшую радиоаматарскую конструкцию. Так само говорить организаторы унесли у программу радио самодейные коллективы и барды. Еще больше новин на нашем сайте. Я с вами развитываюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин